С приходом весны поднимаются обыденные для этого времени года вопросы. Скоро первомайские праздники, 9 мая – День города. Чету после зимней спячки надо привести в порядок. Там убрать, тут подкрасить. Но уже сейчас косметологи порой увлекаются в ходе процедур. У нас обрезка деревьев занимался госсвет. И Алексей Николаевич уже за 50 тысяч оштрафовал штраф. Он со своего кармана заплатил. Это ему больше повады не было. Чудить, по-русски сказать. Был запрет. Мы прекрасно все с вами это понимаем. Управляющая компания, они лишнее ничего не делаете. Не так, как у нас была аварийная ситуация. Одна ветка отпала у Алексея Николаевича. Он поставил задачу мастеру. А мастер приехал и отрезал 4 дерева. Я вот спрашиваю, одна ветка или 4 дерева? Одна ветка. А зачем деревья-то пилили все? Если бы вовремя меня остановил Сергей Анатольевич, не позвонил бы мне директор Адара, он бы, по-моему, все там выспил. Вы же видели, да, у нас? Итого все порубочные билеты сейчас под запретом, за исключением аварийных ситуаций. К слову, обрезку деревьев можно делать только с апреля и после инструктажа от профессионалов. Иначе останутся одни пеньки. Время сейчас есть у вас вот так, чтобы подготовить заявку. Подготовить заявку мы проработаем, посмотрим, а потом уже, конечно, говорить. Но сейчас я пригласил Игоря Геннадича, это у нас зеленый город, это у нас человек, который нам помогал. Надеемся, инструкциям от Игоря Теплякова собравшиеся уделят должное внимание. И званий врагов деревьев с легкой руки заезжих блогеров больше никто не получит. Что еще поменяется в облике города перед праздниками? Весь апрель по четвергам будут проходить генеральные уборки. Также появятся новые таблички на домах-памятниках архитектуры с QR-кодом, по которому можно будет узнать историю здания. Прямо на совещании представили черновой дизайн новых адресных табличек. Скоро такие появятся на главных улицах города. Выбрали третий вариант. То есть вот цена это уже, то есть конструкция с подсветкой, но без стоимости установки. Конечно, это не все действия, запланированные перед праздниками. В главный праздник весны, 75-летие Дня Великой Победы, все города России преобразятся. Как именно будет выглядеть Чита, смотрите в следующих выпусках новостей. Вячеслав Барнинский, Виталий Литвинцев, ЗАПТВ.